Девушки отдыхают Девушки отдыхают 15-летняя девушка получила гражданство 15 лет назад и выяснилось, что на самом деле она в тот момент не имела права на получение этого гражданства по своему отцу. И вот сейчас возникла ситуация, когда то ли лишать гражданства, то ли закрыть на это глаза, и вот была предложена эта поправка. На самом деле у нас закон о гражданстве является такой священной коровой, вот именно так его и называют. И любые подвижки в этом отношении воспринимаются обществом как что-то достаточно примечательное. В то же время мы понимаем, что эта уступка, если ее называть уступкой, может быть я не прав в своей терминологии, она достаточно маленькая и незначительная. Ну, во-первых, этих людей это не только, это 15-летняя девушка, таких людей больше 100 в Эстонии. И я лично из своего опыта в Гадавируме знаю несколько случаев, где людям выдавали ошибочно паспорт гражданин на Эстонии, хотя у них права на гражданство не было. Конечно же, это касается всего лишь 100 человек, если так посмотреть, то это уступок небольшой, как ты сказал. Но, с другой стороны, для этих 100 людей, конечно же, имеет это решение, либо вернуть их в паспорт или не, или его у них отнимать, имеет достаточно серьезные последствия для правового статуса этих 100 людей, которые в промежутке либо тогда должны были ходатайствовать в виде нажительства, или тогда гражданство какой-нибудь другой страны, то есть Российской Федерации обычно. В этом смысле очень приятно, что комиссия единогласно поддержала нашу поправку. Но, с другой стороны, особенного маневра здесь у парламента не было, поскольку на эту же проблему свое внимание уделил и канцлер права, который написал парламенту свое предложение, говоря, что закон о гражданстве в этом пункте является противоречащим Конституции. Поэтому менять его в любом случае надо. Хорошо, что мы это инициировали, этот законопроект, и его теперь уже в ближайшее время рассмотрят, на самом деле уже сейчас, во вторник. Поэтому, скорее всего, все у нас получится. Скорее всего, я как раз хотел спросить, какой прогноз в этом отношении, потому что Конституционная комиссия поддержала, но еще должно большинство в Большом зале проголосовать за, могут ли возникнуть какие-то неожиданности. Обычная практика все-таки такая, что если депутаты от правящих партии уже поддержали этот законопроект на комиссии, то, скорее всего, они поддержат его и в Большом зале. Вопрос в том, что над этим законопроектом надо еще поработать, чтобы маленькие нюансы туда еще внести, чтобы он работал на 100% правильно, чтобы все люди, которые были лишены паспорта, или, по крайней мере, в этом риске лишения паспорта, все-таки для них ситуация исправилась. То есть, например, мы сами внесем туда в свой же законопроект поправку о том, чтобы паспорт этим людям выдели обратно бесплатно, чтобы они не должны платить за это, поскольку, опять же, они ни в чем не виноваты. Пройдет ли эта поправка или нет, мы покажем время. Но, в общем, этот закон, я думаю, принято уже в апреле месяце. Есть еще один аспект, касающийся проблем гражданства в Эстонии. В последнее время много говорится о двойном гражданстве, которое, с одной стороны, по законам Эстонии запрещено, с другой стороны, гражданина Эстонии по рождению лишить гражданства нельзя, если даже он является одновременно подданным какой-либо другой страны. Не так давно вице-спикер Риги Гогу Лайна Рандьяр выступила с предложением о том, чтобы разрешить двойное гражданство. Но при этом речь идет только о тех людях, которые являются гражданами Эстонии по рождению, то есть не о натурализованных гражданах. Вот если о двойном гражданстве говорить, как ты к этой проблеме относишься? Ну, этот вопрос очень сложный, особенно в странах с призывной армией, поскольку, на самом деле, это всего лишь один аспект, но на самом деле очень важный, потому что если... Ну да, где служить человек? Да, если у человека два гражданства, то у него обязательства перед двумя странами. Если в этом случае и в одной, и в другой стране, например, в Российской Федерации, в Эстонии, в войне призывная армия, то вопрос, где он будет служить, понятно, что и там, и там ему служить, в принципе, ну как-то не... Ну это практически солдат вражеской армии призывной. Поэтому так, как решить эту проблему в этом случае с обязательствами перед странами, это вопрос очень сложный, но в любом случае, конечно же, это предложение надо бы обсудить, и вообще, на самом деле, конечно же, надо бы обсудить в общем весь наш закон о гражданстве, потому что ему теперь уже почти 20 лет, и понятно, что там достаточно много пунктов, которые, ну, расписаны, просто не совсем понятно, то та же ситуация с тем, что у людей забирали паспорта, частично связана с вопросами в самом законе, то есть там не расписано, на каком основании или через какие процессуальные действия государство выдает гражданство по рождению. Там просто написано, что выдавать гражданство по рождению тем, у кого есть на это право, как это выглядит, с какими документами и так далее, этого нету. Поэтому там, на самом деле, достаточно много проблем в этом законе, и я думаю, что, на самом деле, надо уже писать новый закон давно, и в этом контексте, в принципе, эту проблему двойного гражданства можно обсудить, поскольку в практике она проблема есть, и достаточно много людей уже нарушают закон, потому что имеют двойное гражданство. Но как балансировать эти права гражданинам с обязательствами перед страной, это вопрос очень сложный, Геннадж. Ну вот есть еще один момент здесь, на который я намекнул, это так называемое деление на граждан первого и второго сорта. Ну так получается, что у нас граждане по рождению априори имеют больше прав, чем натурализованные граждане. Ну вот даже та же ситуация с двойным гражданством, то, что Лайна Рандьяров предлагает обсудить, то есть привилегия, но только для граждан по рождению. Опять-таки, гражданин натурализованный, например, не может стать президентом страны. Вот так у нас записано в законе. Ну понятно, что большинство из нас там на 99,9% это совершенно не касается, и вряд ли я, например, как натурализованный гражданин, когда-нибудь даже стану баллотироваться в президента, хотя кто его знает, конечно. Но тем не менее, как говорится, наличие возможности, оно само по себе приятно, чем отсутствие этой возможности. Будет ли с этим что-то делаться вообще, по твоей оценке? И надо ли с этим что-то делать? Что касается предложения госпожи Рандьяров, то, конечно же, если это изменение будет введено в законодательство, то оно должно распространяться как и для натурализованных, так и граждан по рождению. Здесь я абсолютно не понимаю, на каком основании это разделение надо здесь так делать. Что касается, в общем, граждан первого и второго сорта, как ты сказал, то в большинстве вопросов, конечно же, это такой большой вопрос эмоциональный, что в каких-то отдельных случаях можно гражданство по натурализации забрать, а гражданство по рождению нельзя. Большинство людей, я думаю, даже не знают, натурализованы они или не натурализованы, поскольку эти права, которые у них были бы, если бы они были гражданами по рождению, они все равно никак не используются. Ну, в принципе, конечно же, зачем это разделение вообще нужно в нашем законодательстве, поскольку в практике оно, по-моему, не имеет никакого значения. Ну, я думаю, что на самом деле оно и не надо. Поэтому можно было бы его, в принципе, тоже пересмотреть, потому что, как с одной стороны, эти люди не чувствуют сами разницы в большинстве случаев, потому что им эти дополнительные права никак не нужны. И, с другой стороны, государству тоже от этого никакой разницы нету, потому что людей, которых там можно было бы оставить без гражданства в каком-то случае и так далее, почти тоже нет. Ну, времена меняются, и даже вот та небольшая поправка, которую на прошлой неделе Конституционная комиссия одобрила, может быть, лет 10 назад было бы совершенно невозможно, так что посмотрим, что с этим будет дальше. Я предлагаю сменить тему, и несмотря на то, что мы обычно в рамках этой передачи говорим о событиях прошедших, то есть, что было важным на минувшей неделе, сейчас, вопреки традиции, предлагаю поговорить о событии, которые только на этой неделе предстоит. С 19 по 25 марта в Таллине проводится общегородской опрос на тему бесплатного общественного транспорта. Жителям столицы предлагается ответить на вопрос, поддерживаете ли вы переход на бесплатный общественный транспорт с 2013 года. Ты пойдешь голосовать на этот референдум? И как ты проголосуешь, если пойдешь? Я не являюсь жителем Таллина, поэтому голосовать мне, к сожалению, не дадут. А, вот оно. Ты здесь только работаешь. Да. Но если бы был, то, конечно, бы пошел и проголосовал бы против, поскольку я думаю, что в этой ситуации опрос не самая правильная форма для решения этой проблемы. Проблем с общественным транспортом очень много, но кто-то очень, по-моему, правильно сказал, что общественный транспорт в Таллине требует анализа, а не опроса. Поэтому если ты у кого-то спросишь, хотите ли вы получить, не знаю, бутылку воды бесплатно, конечно, они скажут, что давайте ее бесплатно. Но в конце концов, поскольку все-таки город должен думать о том, о развитии общественного транспорта в перспективе 10-15-20 лет, а не в перспективе, грубо говоря, 2-3 лет, то я думаю, опрос здесь не самая правильная форма действий. Поэтому лучше хотел бы я увидеть анализ, как будет развиваться общественный транспорт в Таллине за следующие 10-15 лет, и тогда уж можно будет решить. Ну, то есть, на самом деле, надо предложить два разных сценария. Один сценарий, что у нас останется общественный транспорт платным, сколько там это будет стоить, что это будет значить для развития всей сети общественного транспорта, для развития качества самого состава. И да, с другой стороны, посмотреть, что с этими же показателями произойдет, если общественный транспорт станет бесплатным. Пока я такого анализа не видел, по-моему, ни у кого нет. Некоторые цифры общественности представили. В частности, мэрия Таллина говорит о том, что сегодня от продажи билетов поступает только 20% тех денег, которые расходуются на содержание общественного транспорта в столице. То есть, у нас сейчас количество льготников настолько большое, что там чуть ли не каждый второй ездит бесплатно или по очень большой льготе. Поэтому здесь мы вроде как ничего не теряем. Ну, 20% все-таки серьезные деньги в том смысле, что если мы даже сейчас с билетами не можем все-таки, по-моему, адекватный общественный транспорт Таллину предлагать, то есть, если посмотреть на качество наших трамваев и троллейбусов особенно, то оттуда еще отнимать 20% денег было бы совсем уж глупо. Понятно, что от этого качество не вырастет. Они говорят, что они будут компенсировать из городского бюджета, понятно, но тогда вопрос. За счет чего? За счет чего. Но вот есть опасения насчет того, что, например, могут для автомобилистов новые налоги ввести? Ну, могут для автомобилистов новые налоги ввести, но я боюсь, что здесь Риги-Когу 500 метров от горы права это не разрешит сделать. Ну, это как будет ситуация так же, как с этим, с налогами на продажу в Таллине. Ну, это уже другой вопрос. Я боюсь, что, скорее всего, все-таки эти бюджетные деньги найдут за счет детских садиков и школ. И это будет, конечно, думаю, совсем неправильно. А тебе доводилось где-нибудь вообще, ну, я смею предположить, что ты, наверное, немало попутешествовал по миру, доводилось ли тебе где-то видеть примеры общественного транспорта бесплатно? Потому что мэрия Таллина один такой пример приводила. Я вот даже сейчас не вспомню название этого бельгийского городка, там проживает что-то около 80 тысяч человек. Ну, по меркам Эстония, в общем-то, крупный город. Что вот якобы там бесплатный транспорт уже много лет и замечательно работает. Нет, у меня таких личных примеров тоже нет. Все города, где я путешествовал, там всегда за общественным в Европе, за общественный транспорт надо платить. И платить намного больше, чем в Таллине. Понятно, что в Эстонии как бы общий уровень проживания нашего народа чуть-чуть пониже, поэтому понятно, что такие высокие цены, как в Германии или в Англии, у нас быть не могут, чтобы все-таки общественный транспорт был доступным всем. Но, с другой стороны, понижать эти цены, я думаю, только скажется на качестве этого же общественного транспорта. Ты вскользь упомянул о том, что Таллинн, возможно, захочет принять какие-то решения, но Риге Когу не позволит. Вот на тему вот этого вот противостояния и кооперации местных властей и властей государственных хотелось бы поговорить дальше. И одной из главных тем минувшей недели стал скандал вокруг депутата парламента Марко Померанса от партии Союза Отечественной Республики, который вмешался во внутренние дела Волости Тойла. Вкратце ситуация была такая, что он порекомендовал местным властям не выражать вотом недоверия председателю волосного собрания, своему однопартийцу, иначе государство не будет инвестировать в развитие Тойловского порта и прибрежной зоны. То есть политические оппоненты Померанса расценили это как торговлю влиянием. Те самые вещи, в которых обвиняли у нас некоторых депутатов-центристов до этого. Тоже достаточно большие скандалы были. Полиция безопасности КПО заявила, что здесь говорить о торговле влиянием не нужно, потому что нет состава преступления. Тем не менее, случай примечательный. Насколько часто, по твоей оценке, действительно власти государственной вмешиваются в местные дела, и насколько это допустимо? Я думаю, что если говорить о торговле влиянием, то именно такого параграфа, в принципе под этот параграф, который у нас есть, наверное, этот случай как бы не подходит. Поэтому, но, как сказал социал-демократ Андрес Анвельт, то политическая ответственность, конечно же, намного шире, чем параграфы нашего криминального кодекса. И поэтому, даже если КПО с прокуратурой сказали, что они не могут помираться ни в чем обвинить, то свои политические выводы и политическая ответственность у него за это дело, конечно же, есть. Если говорить о сути самого дела, то понятно, что все депутаты, ну, может не все, но большинство депутатов, так или иначе связаны с местными собственными правлениями. Ну, помни, раз так и сказал, мне просто не безразлично, что там происходит, я болею душой, и поэтому я вмешался. Я, как председатель социал-демократической партии Ведовирума, региона или отделения социал-демократической партии Ведовирума, конечно же, я тоже хожу и встречаюсь с представителями местной власти, слушаю, какие у них проблемы, советую им, как в каких-то ситуациях поступать и так далее. В этом, я думаю, ничего плохого нет. Когда-то у нас было даже возможно уже депутату Риги как бы быть одновременно и членом местного совета. Ну, это упразднили практику несколько лет назад. А на самом деле, вот если об этом сейчас на секундочку задуматься, это правильное было решение? Или все-таки хорошо, когда депутаты там и там? Ну, я думаю, ничего плохого в этом на самом деле нет, поскольку в местном совете работа происходит обычный раз в месяц, ну, в зависимости от, мы пытались чуть почаще, но поэтому я не вижу никакой проблемы, то есть в том, что депутат Риги все равно свою главную работу может выполнять нормально. И в то же время нахождение в местном совете, конечно же, повышает информированность депутатов о местных проблемах, которые тогда нужно будет решать на государственном уровне. Поэтому я думаю, на самом деле, этот порядок был абсолютно нормальный. Ну, как есть, так есть. И вопрос, конечно, в случае померанцев в том, что одно дело – это обсуждать с местными властями о проблемах этой волости и пытаться их как-то решать. И абсолютно другой вопрос – это говорить, что если вы нашего человека уберете, то денег мы вам не дадим. Это, конечно же, уже совсем другой вопрос, поскольку ситуация, где финансирование какого-то проекта зависит от пары звонков. Марко Померанца своему министру, что он, конечно же, может сделать в этом смысле, говорить о том, как потом сказал бывший старейший Натойла Тит Салван, который сейчас является директором Ефельской гимназии, сказал, что ну вот, а у Померанца и нет никакой возможности повлиять на эти решения финансирования. Эти возможности, конечно же, всегда есть. Позвонить своему же министру, Ефельу Барцу, я думаю, этот вопрос либо решится, либо не решится от этого. И, конечно же, в таком виде пытаться влиять на местную власть, я думаю, абсолютно недопустимо. И поэтому социал-демократы сделали запрос канцлеру права именно на эту тему. Ну и чуть-чуть пошире спрашиваем у него именно о том, как защищены местные власти от вмешательства со стороны либо парламента, либо правительства. Потому что понятно, что в Конституции Ефельской Республики предвидена автономия, у них есть свои права, которые они должны могут реализовать без вмешательства из Сталина. И пока еще канцлер права к нам не пришел, но в какой-то момент придет нам эти вопросы отвечать. Я думаю, тогда мы все поумнеем на эту тему. Но пока, мне кажется, что действия по мирам абсолютно недопустимы. Ну, канцлер права Индрек Тедер на прошлой неделе тоже стал одним из главных ньюсмейкеров благодаря своему заявлению, касающимся Европейского стабилизационного фонда. Но к этой теме мы вернемся уже после перерыва. Напомню, что в гостях у нас Евгений Осиновский из Социал-демократической партии, депутат парламента. Мы ненадолго прервемся, после чего вернемся сюда в студию программы «Призма времени». Смотрите в понедельник, 26 марта. Таблетки, диеты, голодание и физические нагрузки – традиционные методы не помогают? Методика Центра «Доктор Барменталь» помогает снизить вес, учитывая как социальные, так и биологические и психологические причины набора веса. Здесь сбываются мечты, изменяются судьбы. Более 300 тысяч человек в 140 филиалах Центра уже изменили свою жизнь. Теперь они живут в гармонии с собой и своим телом. Я стремилась в жизни то найти, чтобы с чего-то надо заново родиться и жить. И я нашла это. Я жива, я живу. И вот такое ощущение я каждому желаю человеку ощутить. Мы не меняем природу. Мы с ней заодно. Ваша стройность – наша профессия. Артикон Радио – Таллин. Артикон Радио – Таллин. Артикон Радио – Таллин. Мы возвращаемся в студию программы «Призма времени», где обсуждаем главные новости минувшей недели с социал-демократом Евгением Осиновским, депутатом парламента, который у нас сегодня в студии. И к обещанному заявлению канцлера права Индрика Тедера. Он посчитал, что присоединение Эстонии к европейскому стабилизационному механизму противоречит конституции страны. И даже некоторые новостные порталы запестрели заголовками а-ля «Канцлер права удивил Европу. Эстония может потерять сильно в глазах европейской общественности». То есть якобы сейчас идет анализ. И если действительно выяснится, что это противоречит конституции, то Эстония должна будет выйти из стабилизационного механизма. Что тебе знакомо об этой проблеме и чем это чревато для нас? Ну, в принципе, «Канцлер права» выполняет свою работу. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Я думаю, в Европе тоже никто не удивился. Понятно, что там все понимали, что такие возможности во всех странах есть. И то, что в Эстонии «Канцлер права» обратился в Государственный суд за анализом, я думаю, ничего плохого в этом нет. Я думаю, это правильно. И я бы даже сказал, что мог бы обращаться почаще для того, чтобы все-таки, когда мы принимаем какие-то решения, чтобы были они абсолютно точно в соответствии с нашей Конституцией. Если говорить по сути, то я думаю, конечно же, что в конце концов Государственный суд все-таки не найдет в этом договоре противоречия с Конституцией, поскольку на самом деле главная проблема в том, что парламент, который в Эстонии является самой высокой инстанцией власти после народа, не будет иметь контроля над использованием эстонских денег в этом фонде из-за того, что в экстренных случаях можно будет решать с голосами 85%, и Эстония не сможет заблокировать какие-то из решений этого фонда, если кого-то надо будет экстренно спасать. И это как бы противоречит Конституции. Но надо отметить, что если наш парламент ратифицирует присоединение к стабилизационному механизму европейскому, то тем самым мы уже в принципе дадим разрешение на эту конкретную сумму, как бы ее использовать по этому уставу ЕСМ, то есть с стабилизационным механизмом. То есть говорить о том, что мы совсем не знаем, как эти деньги будут использовать, нельзя, потому что понятно, что это там в принципе прописано. Но с другой стороны, я думаю, почему консервы права так себе повел в этой ситуации, это то, что, как в Европе всегда, этот договор был подписан в утренние часы после длительных переговоров, он постоянно менялся, и поэтому для нас в парламенте тоже я являюсь членом комиссии по европейским делам, где мы очень долго эти, на самом деле, обсуждали эстонские позиции по отношению к этому договору, когда шли переговоры несколько месяцев. И в конце концов мы дали мандат правительству говорить это, это, это. Министр приехал обратно, сказал, ну вот так не получилось, получилось вот так, договорились, ну что поделаешь. И поэтому этот договор, на самом деле, текст, я с ним абсолютно не согласен, он частично в очень серьезных аспектах, по-моему, плохо написан или договорились плохо. Я понимаю, что это сложно договориться на европейском уровне с 20 странами, но, с другой стороны, я думаю, что есть достаточно серьезные проблемы, и в конце концов это не те пункты, которые эстонский парламент своему министру как бы дал с собой в Брюссель, когда эти договоренности проходили. Но я думаю, что все-таки противоречия с Конституцией в этом случае скорее всего нет. Если противоречия с Конституцией в Государственной суд не идет, то, конечно же, мы в парламенте не можем ратифицировать договор, который является неконституционным. Поэтому тогда мы в ВСМ не войдем, но, с другой стороны, я думаю, Европа от этого уж не рухнет точно, потому что понятно, что наш вклад в этот стабилизационный... Ну, он достаточно маленький, да. С другой стороны, это может оказаться первой ласточкой, поэтому проторенные дорожки пойдут и все остальные. Вообще, комментируется новость аналитика Института внешней политики. Ахту Лобикос тоже пришел к мнению, что ничего страшного для Европы не случится. Единственный минус такой большой для Эстонии, что если бы ей самой потребовались деньги из европейского стабилизационного механизма, то, не присоединившись к нему, мы бы эти деньги не получили. Но, как Ахту Лобикос заметил, учитывая кредитную и бюджетную политику Эстонии, вероятность того, что эти деньги нашей стране понадобятся, сводится к нулю. Ну, да, в принципе, я с ним согласен. Вопрос, конечно же, в конце концов, в том, вообще, во всей этой европейской... в европейском кризисе, что инвесторы, которые смотрят рейтинги стран, конечно же, смотрят и на то, присоединилась ли эта страна к стабилизационному механизму или нет. То есть, это, понятно, для них снижает риски дефолта этой страны. И если Эстония к этому не присоединится, то риски нашего дефолта выше, чем они будут, скажем, у Финляндии, которая присоединится. Но, с другой стороны, как бы такие хорошие инвесторы смотрят и, конечно же, на бюджетную политику, и на общее финансовое положение страны. И тогда, я думаю, в этом смысле больших проблем у нас не будет. Посмотрим как раз-таки на очередной прогноз экономический, который на прошлой неделе представила компания Ernst & Young. Согласно этому прогнозу, рост экономики Эстонии на данный момент является самым быстрым в Европейском Союзе. На этот год нам прогнозируют плюс 2,2%. Это на 0,3% меньше, чем прогнозировалось ранее. Но, по крайней мере, цифра на фоне остального есть достаточно солидная. Что любопытно. Наше правительство, которое обычно излучает безмерный оптимизм по поводу экономического роста и финансовых дел нашей страны, в этот раз как-то было достаточно пессимистично настроено. Устами министра Юргена Лиги даже было сказано, что слишком оптимистично смотрит на дела Ernst & Young. То есть, Лиги в данном отношении даже не согласился с аналитиками, предполагая, что дела пойдут хуже. Осторожничает? Осторожничает, конечно, потому что понимает очень четко, как мы все понимаем, что Эстония, как очень маленькая экономика на периферии Евросоюза, в любом случае зависит напрямую от экономической ситуации своих соседов, своих экспортных рынков. И если там дела пойдут хуже, то понятно, что и у нас дела хорошо не пойдут. Поэтому в прошлом году, если посмотреть на этот очень быстрый рост экспорта, который у нас был, то понятно, что это пошло за счет того, что экономика росла в Швеции, экономика росла в Германии и так далее. Если там экономический рост в этом году остановится и, по прогнозам, во всем Евросоюзе он будет, скорее всего, хотя бы полгода будет экономический спад, то риски для Эстонии достаточно большие. Смогут ли наши компании найти новые альтернативные рынки, поскольку в Европе все-таки экономика, в принципе, стоит. У нас есть достаточно большая возможность по имени Россия в этом случае. И, конечно, наши предприниматели, в отличие от наших политиков, этой возможностью, я думаю, в Альсу воспользуются. И поэтому есть надежда, что экономически у нас все будет хорошо. Но, с другой стороны, я думаю, как я, ты и Юрген Лиги, мы все понимаем риски того, что если все-таки тот же самый кризис еврозоны, о котором мы до того говорили, если его решение в этом году не получится, с тем же ESM, например, если он в силу не вступит, то риски для Эстонии, конечно, огромные. — Ну, опять-таки, аналитики Эрнстон Тьянка отметили, что на самом деле ситуация в Эстонии хорошая, но люди этого не хотят понимать по той простой причине, что сейчас все равно все не так, как было в золотые времена до кризиса. И в этом отношении, как тебе видится, когда у нас наступят те самые золотые времена, которые мы переживали до кризиса? — Ну, опять же, мы настолько маленькая страна, что на 90% это зависит, к сожалению, не от нас, а от того, как идут дела на больших европейских и мировых рынках, поэтому как-то прогнозировать то, как будет расти экономика Европы или Америки, я думаю, очень сложно. И, к сожалению, мы зависим напрямую от того, как идут дела там. Ну, как, в принципе, на самом деле же весь мировой кризис начался из-за того, что в Америке рухнул один банк. Поэтому, поскольку система глобальной экономики такая, что... — Эффект бабочки в глобальном экономическом масштабе, можно сказать. — Говорить о том, когда у нас будут золотые времена, будет тогда, когда и у всех остальных, к сожалению. — Сменим тему. В Устании есть такое объединение, которое называется «Эстония без коррупции». И оно на прошлой неделе выступило с заявлением о том, что нужно создать кодекс этики депутата парламента. Ну, мол, политическая сфера у нас является той самой областью человеческой деятельности, где чаще всего мы сталкиваемся с ситуацией, когда закон вроде бы не нарушен, но неприятный осадок остается. То есть, вот все те самые примеры, которые можно охарактеризовать словом «йог», то есть, юридически все корректно у нас, это и возможные подозрения в торговле властью, как с тем же Марком Померанцем, которого мы сегодня обсуждали, это и коммерческая деятельность парламентариев и прочие сферы, с которыми мы так или иначе сталкиваемся. Что ты считаешь на этот счет? Насколько такой кодекс этики нам нужен? И какие конкретно в нем пункты, может быть, могли бы содержаться? Я очень негативно отношусь к этой инициативе, поскольку, я думаю, она абсолютно бессмысленна. Вопросы с теми депутатами, которые ты уже сказал, с Марком Померанцем, с Индриком Раудной и так далее, с торговлей видами нажительства, с торговлей властью, тот же вопрос Прид Тоболя о воровстве писем Ханаса Румма и так далее. Сейчас без всякого кодекса этики все мы понимаем, что все эти действия неправильны. Но они не имеют никаких последствий. Ну да, но если все эти вещи будут прописаны в кодексе этики, то никаких последствий от этого тоже не будет. Мы же все понимаем, что какие-то этические нормы, вопросы политической ответственности и так далее, это же все для людей уже понятно. Прописаны они в каком-то кодексе этики или нет, по-моему, от этого ничего не зависит. Ты же не можешь связать этот кодекс этики с, например, уходом из парламента. Если нарушил кодекс, уходи из парламента. Такого в любом случае там не будет. Ну а почему бы и нет на самом-то деле? Ну я меряю со своей колоколью. Я журналист, у нас есть кодекс журналистской этики. Да, это не юридический документ в полном смысле этого слова, что за нарушение пунктов кодекса журналистской этики не следует каких-то санкций в виде штрафов или тюремного заключения. Но, тем не менее, есть вот некий документ, который акцептируется всеми работающими в Эстонии журналистами. Если какие-то пункты кодекса нарушаются, то соответствующие публикуются извинения, опровержения и так далее. И в этом отношении у депутатов что-то такое могло бы быть, как мне кажется. По крайней мере, в подобных ситуациях, сейчас закончу еще мысль, в подобных ситуациях, по крайней мере, депутаты, если вот выносится конкретное решение, есть некий совет по этике, и выносится решение, да, это было неэтично. Значит, депутат, по крайней мере, не будет прикрываться тем, что все здесь йог. Ну, йог будет все в любом случае, юридически же все корректно. Только вопрос с таких комиссий, я думаю, у нас достаточно тех же самых журналистов, которые руководствуются своим кодексом этики, которые на самом деле могут и так дать оценку политикам и их деятельности без всякого кодекса этики для них самих, потому что, я думаю, просто эффективность у этого дела будет почти нулевая, и в любом случае, как этот текст писать, кто его должен писать, должен ли его кто-то одобрить и так далее, я думаю, это на самом деле не решение в любом случае проблемы, и, в конце концов, в отличие от журналистов, люди могут своих депутатов уволить каждые 4 года, поэтому, я думаю, все политики это очень хорошо понимают, и в этом смысле политическая ответственность у всех все-таки есть, и их мандат должен каждые 4 года обновляться, и я думаю, это работает достаточно хорошо, вне зависимости от всякого кодекса этики. Ну, если общество считает, и журналисты считают, что надо, то, конечно же, я его с удовольствием поддержу, просто я думаю, что толку от него, к сожалению, будет достаточно мало, потому что проблема же не в том, что люди не понимают, когда нарушаются какие-то этические нормы, они это очень хорошо понимают, но, к сожалению, не делают своих выводов из этого. Ну, к сожалению. Ладно, снова сменим тему. Поговорим об образовании. На прошлой неделе британская газета The Times опубликовала рейтинг, мировой рейтинг высших учебных заведений. Доминируют в нем американские и британские вузы, и, что удивительно, это стало новой тенденцией, в рейтинге представлено очень много азиатских университетов. Если говорить о первой шестерке, то она, в общем-то, за последний год не меняется. На первом месте Гарвардский университет, затем идет Массачусетский технологический институт, потом Кембриджский университет, Стэнфордский, Калифорнийский университет в Беркли и Оксфордский. Эстонские вузы, представленные в лице Тартуского университета, в рейтинге немного поднялись, и если год назад Тартуский университет занимал место с 551 по 600, ну, там уже так, полтинниками меряют, то сейчас на 50 вверх переместился, то есть с 500 по 550 место, но, тем не менее, невысокое, скажем так. Или это нормально в условиях всего мира, всего человечества и огромного количества вузов? Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы это было лучше. Я сам этот рейтинг не считал, и на каком месте там, интересно, Хельсинский университет, например. Хельсинский университет, ну, так, сейчас мне придется, сейчас надо какое-то время потратить, чтобы найти, ну, в первой сотне, например, 44 американских вуза, да, Московский государственный университет, ну, что вот к нам тут тоже ближе, да, и о чем мы знаем, 93-е место занимает, Хельсинский, по-моему, попал в первую сотню, вот сейчас найти не могу. Ну, вот, обычно где-то там, это показывает, что, с одной стороны, конечно же, хочется сказать, ну, мы маленькая страна, и поэтому, ну, понятно, что на мировом уровне университета у нас быть не может, потому что у нас просто таких финансовых средств нет. Но, с другой стороны, если посмотреть на, именно, на университет в Хельсинки, Упсала в Швеции, и так далее, то на самом деле ясно, что факт того, что мы маленькие, на самом деле, ну, имеет какое-то влияние, но не такое, что мы уж на пятисотом месте должны быть. Поэтому могло бы быть, конечно же, намного лучше. Я думаю, что очень часто у нас не хотят на политическом уровне даже признавать того, что качество высшего образования в Эстонии достаточно плохое. Говорят о том, что, ну, да, на, как бы, таком, самом высоком уровне университета у нас нет, но так у нас хороший европейский университет. Тем самым, по-моему, исключается всякий дебат на тему повышения качества наших университетов, потому что, ну, если говорят, что все хорошо, ну, тогда все хорошо. И сами университеты говорят, что у них все хорошо, и научная деятельность идет, и контакты с Европой хорошие, и так далее. Ну, понятно, тогда им и министерство денег не даст, на то, чтобы улучшать. Если бы они сказали, что у нас все плохо, университет ужасный. Все бы закрыли. Ну, тогда, может, закрыли, а, может, дали бы денег, потому что, поэтому частично, конечно же, вопрос в том, что мы у нас маленькая страна, частично вопрос в том, что по историческим причинам мы были исключены из, как бы, общей мировой системы высшего образования, в отличие, например, от шведских и финских университетов. Ну, и, конечно же, в конце концов, то, что у нас не хватает финансов для того, на высшее образование, но, с другой стороны, всегда, всегда можно было бы лучше, и я думаю, что на самом деле все университеты, конечно же, на этом направлении работают, ну, и хорошо, что хоть на 500-м месте кто-то есть. Ну, вот, насколько я знаю, ты сам получал высшее образование за границы, то есть в Великобритании, и, вот, если говорить о качестве образования, общаясь, например, со своими сверстниками, которые закончили здесь местные вузы, ты чувствуешь эту разницу в образовании, что тебя подготовили намного лучше, чем их здесь? Ну, если говорить так, в чем главная разница, потому что одно высшее образование я в Тарту получал, разницы две. Первая разница – это качество преподавателей, ну, поскольку, понятно, что университеты в Англии имеют финансовые средства для того, чтобы приглашать самых хороших преподавателей, также вопросы языка, то есть то, что в Англию стекаются, в принципе, все, ну, и в Америку, и в Англии, поскольку английский язык является лингвой франка, в принципе, в научном мире, это одно, и, с другой стороны, это качество самих студентов, поскольку и самые хорошие студенты стекаются в эти университеты, поэтому качество образования там, конечно же, именно из-за этого намного больше. Говорить о том, что в Тарту мне дали плохое образование, я не могу. Оно было ничего, но если бы я хотел как бы вести серьезную научную карьеру, то на базе Тартовского университета, я думаю, это было бы сложно. Во-первых, из-за того, что из-за нехватки контактов, поскольку контактов здесь меньше, чем в университетах в Великобритании или в Америке, но и, с другой стороны, из-за того, что все-таки ничего не поделаешь, бумажка с названием все-таки стоит. То есть, если на конференцию или в докторантуру куда-то хочешь поступить, из Тарту или из Лондонской школы экономики, это совсем разные вещи. Ну, вот как раз под занавес в таком случае, раз о языках заговорили, такая забавная новость минувшей недели, в школах Эстонии набирает популярность изучение китайского языка и со следующего учебного года количество школ, в которых преподается китайский, будет увеличено вдвое. Но, правда, цифры пока небольшие, то есть было три школы, станет шесть, но, тем не менее, это как в анекдоте буквально, что оптимисты учат английский язык, а пессимист китайский. Нужен ли нам китайский язык? В любом случае, что нам нужно, это больше считаться с Азией во всем мире, и так в том числе и в Эстонии. Комиссия Риги по иностранным делам уже целый год занимается своим рапортом на тему Азии, то есть как Эстония найти себе место в новой мировой системе, где все-таки через 20-30 лет Азия будет мотором, ну, и уже на самом деле сейчас частично является мотором. Но, в общем-то, тот же самый рейтинг вузов, да, где сильно увеличили свое присутствие азиатские университеты, показывает... Понятно, что рост Азии в любом случае есть, и вопрос, как нам к этому приспособиться. Изучение китайского языка, я думаю, это достаточно мудрая вещь для... для школы, может, нет, но для этих детей, уж точно, поскольку в Эстонии этих людей не хватает, а интерес как эстонских компаний работать в Китае, так и некоторых китайских компаний работать в Эстонии достаточно большой, и найти людей, которые бы просто переводили для делегаций бизнесменов и так далее, достаточно сложно. Так, ну, в любом случае, я думаю, это опыт хороший, и вместо шести я бы даже его почаще преподавал в двадцати школах. Может быть, обязательно даже предмет. Или по выбору, но во всех школах. Преподавателей, наверное, трудно найти просто. Ну, это вторая проблема, конечно. Но, кстати, китайское государство в этом помогает через свое посольство, потому что они тоже заинтересованы, чтобы... Такая вот экспансия, да. Чтобы китайский язык преподавали даже в маленькой Эстонии. Время нашей передачи проходит к концу. Обо всем не поговоришь даже в рамках такого большого количества времени, что было отведено нам. Но будем надеяться, что на основном ваше внимание заострили. Помогало нам сегодня разбираться с темами минувшей недели депутат парламента от СССР Демократической партии Евгений Осиновский. Спасибо, что пришел. Всего доброго. Спасибо. Как будут развиваться события дальше, покажет время. Мы будем смотреть на них сквозь нашу призму времени. Как всегда, по понедельникам в прямом эфире, в другие дни передачи можно увидеть в записи. Все на сегодня. Меня зовут Андрей Цитов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»